Йоу, всем салют зрителям моего канала, с вами Расти и мы продолжаем играть в игры на браузере. И первая игра это Майнворд Хоррор. Опять же игра в стиле Майнкрафт, опять же только жанр другой. Это хоррор игра о побеге из многоэтажного дома. Не, ну понятно, если игра не похожа на Майнкрафт, то взрослые пятилетние мужчины не будут играть в эти игры. Он пробирается в мистический особняк с дурной славой и обнаруживает, что его заперли. Теперь ему придется поискать выход, но жуткие существа уже почувствовали его присутствие. Они идут за главным героем. Итак, главная задача этой игры сбежать с этого чертового особняка. Для этого нам нужна батарея для электронного замка и гвозодер, чтобы разломать доски. У нас есть нож, пистолет, нагнетающая музыка, графика как в Майнкрафте и слоумо, как добиваем врага. Не, вы только гляньте, как это круто выглядит просто со стороны. Получше голливудских блокбастеров будет. Это просто 11 из 10. Так, ну а что кроме этого еще можно тут делать? Ну, в принципе, есть еще режим выживания, где просто максимально долго выживаешь. Ну, в принципе, и все. Впрочем, тут больше делать нечего, поэтому эта игра, ну там, на пару часиков. Поэтому долго задерживаться не будем. И я вам покажу, где будет поинтереснее и повеселее. Следующая игра это у нас Мотомандиак 3. Все, наверное, знают на телефон такую игру и очень была популярна в те времена. Гравити Дефайт. Все, наверное, в школе там урубались. У кого был кнопочный телефон, те поймут. И похоже на еще одну игру. Моторама. Особенно была популярна в России Привет Эдишн. Кто знает, также тот поймет. Да, были времена. Ностальгия. В чем прикол? Нужно съебывать от медведя, который бежит сзади. Если не успеешь, будешь тормозить. А чтобы прийти к финишу, нам нужно пройти, однако, сложное препятствие. Где я на первом же уровне еле как смог. И с каждым разом все сложнее и сложнее. Не, ну реально, вы гляньте, вот сколько я болтал, а до сих пор на первом уровне. Это что такое вообще? Найс. Так, ну, в принципе, с этой игрой все понятно, как бы. В принципе, ничего сложного нету. Ну, вот на-ка. Ну что, а следующая игра, это у нас F.E.O. Это научно-фантастический многопользовательский шутер от первого лица в стиле Hello и Destiny. Вы управляете вооруженным роботом со способностями и участвуете в командном или стандартном смертельном матче. Задача принести команде победу или уничтожить больше противников до окончания раунда. Ну, серьезно, вот, если на первый взгляд сразу посмотреть, то это прям очень похоже на Hello или Destiny или даже Titanfall. Ну, правда, без меха. С этими скинчиками и скинчиками на оружие. Плюс присутствует способность прыгать на реактивном ранце. Ну, что, в принципе, прикольно. Ведь тут присутствует вертикальный геймплей. Я бы даже поиграл бы в эту игру. Даже купил, если бы она вышла бы в Team. Ну, конечно, там прокачали бы графику, стрельбу, оружие, навыки. То это был бы годный шутер на ПК. Что еще интересного тут есть? Ну, тут есть награды за скиллы, так сказать, ачивки. Хедшот, даблкилл, там, ну и разные-разные-разные. Что еще меня удивило, то это очень приятная стрельба. Прям чувствуется то, что ты управляешь оружием, а не просто какой-то палкой стреляешь. И считывание попадания пуль региструется очень хорошо. Что приятно меня удивило. Ну и можно кидать гранаты, дымовух. Ну, короче, вариаций боя очень много. Но вот чувствуется то, что это Destiny на минималке. В принципе, если вы сыграете в эту игру, то не пожалеете. А следующая игра это 1 против 1 Battle. Это шутер от третьего лица со строительством и двумя режимами. Дуэль и творчество. Игроки сражаются в битвах один на один, зарабатывают опыт и продвигаются выше в рейтинг. Короче, это просто копия Fortnite. Просто тут не 100 игроков, а 2 игрока. Ты и противник. Тоже в мультяшном таком стиле, но до Fortnite, конечно, не дотягивается. Но строительство точно копия Fortnite. Как вы видите, я пытался играть как в Fortnite, но это у меня не получилось. Поэтому у меня появилась другая стратегия. Как опыт мне говорит, против лома нет приема. Победит тот, кто просто быстрее достанет автомат. И все. Не молоток. Не, если, конечно, там есть супер скилловые чуваки, но... В основном мои катки говорят об обратном. Тут чувак даже не успел загрузиться. Но победа есть победа. Крыса, да? Самое милое в этой игре, это четверногое милое создание. Вы только посмотрите на этого Корги. Ути-пути, какой миленький. Ну, короче, это Fortnite на минималке. Типа, если у кого-то не тянет. Хотя, у кого не потянет Fortnite, я даже не знаю. Ну, в общем и целом, игрушка очень прикольная. Мне очень понравилась, но... Есть только один режим. Один против одного. Но скоро выйдет режим двое против двоих. Так что, скорее всего, будет еще прикольней. Ну и, как обычно, тут есть скинщики. Там оружие можно менять, улучшать. Масочки покупать. Все как положено. Ну, в общем, для человека, который сидит в офисе, с офисным компьютером, эта игра у меня просто топ-пушка. Ну, ибо тоже я сижу в офисе, и как бы в игры играть надо, а работать не надо. Поэтому эта игра у меня на первом месте. Ну, в общем, играть есть во что. Даже в браузерные игры. Ну, в эти времена с дефицитами, конечно, только в такие браузерные игры и играть. Ну, а я погнал играть в игру Rage 2. Ну что, а на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. С вами был Расти. Всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова